Хорошо, я ненавижу стоматолога. Вы ненавидите стоматолога. Все ненавидят гребанных стоматологов. Несколько недель назад, каждый раз, когда я просыпался, мой рот просто убивал меня. И это сводило меня с ума. Это как удар в лицо каждое утро. Поэтому я поехал к стоматологу. Это место находится прямо между ломбардом и какой-то пивнушкой. И вот я на приеме, и ко мне входит помощница. Я собираюсь положить свои пальцы в ваш рот. Потом я собираюсь поцарапать его этим металлическим серпом. А потом ты заплатишь. Так что я лежу там, пока она царапает меня этими когтями Фредди Крюгера. Хорошо, давайте сделаем несколько рентген снимков. Они бросают в меня этот тяжеленный жилет, который полностью сделан из свинца. Для чего это, черт возьми? Это чтобы защитить ваше тело от рентген лучей. Класс. Я сижу в этом бронежилете и получаю тонны рака. С каждой фотографией, которую она делает. Давайте посмотрим на эти фотографии вашего рака. То есть я имею ввиду на ваши зубы. Она говорит мне, что мой зуб мудрости выходит сбоку. Это выглядит как-то так. Эй, ребята, вы не возражаете, если я буду вести себя как мудак? Я не знаю, это похоже на... Я все равно буду мудаком. Поэтому она записывает меня на следующей неделе. Так что целую неделю я пью аспирин и парацетамол. И наконец я добираюсь до донтиста. Вырви это из меня. План заключается не в том, чтобы просто поставить обезболивающее. А накачать меня так сильно, чтобы я не мог ничего вспомнить. Поэтому я начинаю засыпать и это хорошо. Вот что происходит с большинством людей. И когда они просыпаются, они не знают, что случилось. Они даже ничего не помнят. И я просыпаюсь сразу же, как только они начинают. И я помню все, что они делали. Я помню звук моего зуба. Я помню его хруст. Я помню, как он его обрабатывал. Я помню кровь. Его нога была на моей голове. Я думал, моя голова взорвется. В какой-то момент он посмотрел мне прямо в глаза. И увидел их открытыми. И он ничего не сделал с этим. Я ничего не помню после этого. Я не помню, как я ехал домой. Последнее, что я помню. Они катили меня в инвалидной коляске. И выписали мне какой-то сильный препарат. Где-то я. Итак, в десятый штустя у меня остался кровавый рот и травмирующий опыт. Ну, по крайней мере, они мне дали какое-то сильное обезболивающее. Потому что я могу продать их за половину денег, которых я потратил. Если тебе понравилось видео, ты также можешь посмотреть предыдущие видосы. Или поддержать канал своим лайком и подпиской. Всем пока.